Настали постные дни. Этот пост посвящен Пресвятой Богородице. А в сегодняшнем апостоле мы слышали, что и среди христиан были брани. Одни выделялись среди других. Кто говорил «я крещён» одним апостолом, кто говорил «я другим». И хотели тем самым себя возвысить над другими. И мы слышим, как апостол порицает это. Так как не словами, а подвигом нашего Господа Иисуса Христа, Его крестной смертью мы все крещены. И пример этому и подвиг первомученика Архидиакона Стефана. Он первым принёс свою жизнь, принял мучительство за Христа. Сегодня мы его и поминаем. В сегодняшнем Евангелии было упоминание о чуде, когда в пустыне Господь притворил из небольшого количества хлебов столько, что смогло накормить пять тысяч человек. Также и церковь, она богата своими дарами. Но во время поста хочется вспомнить именно о хлебе. Святые отцы хлеб сравнивали с покаянием, а воду со слезами. Вот настоящая пища постных дней. А чтобы было нам более понятно и ясно значимость спасения, участие в нашем спасении Пресвятой Богородице, я приведу такой пример. В римском государстве был один военачальник, и он был оклеветом, за что был изгнан из Рима. Он настолько был обижен и считал, что это настолько справедливо отомстить, что он собрал большое войско и пошел войной на город. Горожане пытались обороняться, но силы были их бессчетны. Они прибегали к всевозможной помощи, но ничего не помогало. И вот он уже взошел на стену со своим войском, и их уже ничего не пощадит. И тут они решают покаяться в своем грехе. Они решают выпросить прощение у этого военачальника. И все, и женщины, и дети, все просят, молят, встают на колени, чтобы он пощадил их. Но он настолько в ярости, что он не готов их пощадить. Он считает, что его правда, его справедливость, она выше. И вот тут среди толпы просящих он увидел одну честную женщину. И он узнал в ее лице свою мать. И вот тут же в нем произошла невидимая перемена. Он примирился с жителями, не стал никого губить и отказался от своих намерений. Вот так же и мы согрешаем против Духа Святого, против Господа нашего Иисуса Христа. Господь милостив, Он тысячу, а может больше, шансов, вариантов даст нам ко спасению. Но и у Него есть пределы. И вот когда мы Его превзойдем, тогда и Он берет на нас карающий меч. И тогда Он нас наказывает так, как никто не может наказать. И вот тут, наверное, только Пресвятая Богородица нас может спасти. Как вот мать того военачальника, так же и здесь мы будем прибегать к ней с молитвой. И, конечно, наша молитва будет более услышана, если мы выдержим этот Успенский пост, который посвящен Пресвятой Богородице. Поздравляю всех с воскресным днем всех причастившихся. Отходите ко кресту. Отходите ко кресту.